Всем привет! Вы на канале Мама в Кубе. У нас на календаре март, живем мы на юге Украины, а это означает, что начался сезон дунайской селедки. Сейчас я покажу, как я готовлю дунайскую селедку двумя способами. Для начала нужно селедку очистить от чешуи, удалить жабры и очистить полностью внутри. Итак, селедку мы чистим, разрезаем вдоль брюшка вот так, достаем и выбрасываем все вот эти кишки, удаляем жабры. Вот так поступаем со всеми селедками остальными. Традиционным методом приготовления дунайской селедки является ее засаливание. Но сейчас я покажу метод, который любят у нас в семье. Итак, селедку мы разделяем на три части. Это голова, хвост и туловище. Туловище мы отдельно будем приготавливать. Так, а головы и хвосты мы сварим в соленом рассоле. Любители различных пряностей могут добавить в этот рассол лавровый лист и черный перец. Я же не добавляю ничего, так как дунайская селедка сама по себе и так очень вкусная. Дунайская селедка очень отличается по вкусу от атлантической селедки. Поэтому жители Измаила, Вилкова, Келии, Одессы, юга Одесской области имеют уникальную возможность каждую весну кушать дунайскую селедку. И еще дунайскую селедку можно кушать круглый год, заморозив ее на зиму. Но замораживать нужно только в сыром виде, вместе с кишками, чешуей, ни в коем случае не чистить. Итак, наши животики готовы. Сейчас мы вдоль хребта будем разрезать селедку, для того, чтобы она лучше просолилась. Вот таким образом. Вот это все нужно будет вымыть и оставить ее вымачивать в холодной воде примерно на 6 часов. Вот у меня готовы все серединки селедки. Я их оставлю на часов 4-6 вымачивать и периодически буду менять им холодную воду. До тех пор, пока сама селедка не побелеет, не отдаст всю кровь. А пока будем готовить головы и хвосты. Воды нужно наливать ровно столько, чтобы только покрыть селедку. И вилковские рыбаки рекомендуют на одну селедку одну столовую ложку соли. А у меня здесь хвосты и головы, поэтому полторы ложки будет достаточно. Варим в кипящей воде 10 минут. 10 минут прошло. И наш первый способ приготовления дунайской селедки уже готов. Вот как выглядит селедка, приготовленная по первому способу. Итак, прошло 4 часа. Тушки селедки вымачивали здесь, в этой водичке. Теперь их можно доставать, дать им стечь и засолить. Засыпать надо не сильно толстым слоем солью, потому что рыба будет засаливаться всю ночь. Все, рыбка моя засолена. Я ее через 12 часов смою от соли. И наша дунайская селедка будет готова. А сейчас я ее помещу в холодильник. Встретимся утром. Прошло 12 часов. Вот как выглядит моя дунайская селедка. Вот так она пустила в воду. Теперь эту селедку необходимо промыть. В простой воде. В холодной. Если вам покажется, что селедка сильно соленая, ее можно будет оставить на некоторое время в воде, чтобы она немножко вымачилась. Вот такой быстрый способ засолки свежей дунайской селедки сегодня я вам показала. Обязательно попробуйте селедку, вареную в соленой воде. Это что-то необыкновенно вкусное. Уверена, вам очень понравится. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Мама в Кубе. И если есть у вас возможность, обязательно приобретите свежую дунайскую селедку и приготовьте по моему рецепту. Продолжение следует...